Сумбурный первый тайм, тяжелый очень. Благо, что мы забили этот стандарт. В общем, он нам помог, конечно. Тяжело было начинать атаки. Очень компактно Минск оборонялся. В принципе, мы к этому и готовились. Это не очень получалось. Были моменты, создавали, мы забили. Второй тайм был лучше. Было лучше и в плане организации атаки. Мы там сделали койки изменения, перестановки. Моментов, опять, не забили очень. Ну, выиграли это самое главное. Мужный вопрос по позициям футболистов. По сравнению с матчем предыдущим, у вас Кучинский играл, скажем так, чуть строже в обороне, в тройке центральной, а Джонатан Джон наоборот выше. Почему такие изменения были? Причем только в первом тайме, если не ошибаюсь. У второго немножко вы поменяли. Не схемы, а расположение. Там вообще все было достаточно сложно. Да, Костя играл ниже, больше в организации. А таки. Мы планировали, что Джонан даст больше агрессии на фланге и скорости. Мы понимали, кто будет играть против него, например. Нужно было еще и сильное качество соперника невеликого с каким-то образом. В первом тайме это, скажем так, не очень хорошо работало. Вот такой вопрос. Как вы, как тренер, оцениваете сегодняшнюю игру Амур Фейера? Знаете, по Сане он очень большой объем работы делает. И плюс он не делает лишнюю работу. Да, вот не получается у него там в протяжении уже скольки игр, не может он сзади. Но главное, у него есть моменты. И он, повторюсь, он очень полезен. Но сегодня он не в моменты почти три, два, да, кто же нет хороших, есть сколько? Ну, бывает. Не только он сегодня не использовал моменты. Сегодня моменты были не только у Сане. То есть тут, по сути, мы два стандарта там забили. Забили угловой пеналь, если играл, мы ничего не забили. Ну, я не вижу в этом какой-то там большой проблемы. Ну, самый главный проблем. Самое главное, что эти моменты есть. Нет, ну да, когда моменты есть, то есть... Да, было бы хуже, если бы моментов не было. А почему, кстати, опять схему в трех центральных использовали? Мы играли в три центральных, только в билдах получали атаки. Оборонялись мы не в три центральных, но в четыре защитника оборонялись. Ну, потому что, опять же, мы видели, как он нас встречает в атаке соперников, как он располагается. Какие есть проблемы у них, мы пытались это использовать. В принципе, и в второй тайме тоже так же, да, в три, просто мы поменялись, для людей не стало. В втором тайме, в двенадцатом, только в кей, это уже работало лучше. Впереди у команды сложный календарь. Или есть уже какие-то планы, как команда будет готовиться? Затусы, девочка, ну, да? Знаете, планы как-то остановиться больше. Конечно, будем готовиться к соперникам. Сейчас у нас задача до вторника ребят установить. Сами, если там соперники далеко не простые, и, в первую очередь, нам надо выглядеть функционально. Ну, брат, готовы к борьбе за бронзу? Да мы готовы к борьбе за все, что было. А там, еще раз скажу, ну, вам интересно. А почему за бронзу? Почему не за серебро? До серебра объективно далековато. Нет, ну, скажем так, в борьбе за бронзу от вас практически все зависит, от ваших результатов. В борьбе за серебро там уже от чего? От результатов, условно, жорстного, чего не зависит? Тоже зависит. По потерянным, к словам, условно, вы обходите, а от жорстного, связанно, отрежьте. Мы еще не в холоде обошли. Не считаете, да? Да, это, ну, еще раз, сейчас у вас бак. Надо их оббирать. Да, а считать очки, ну, журналисты считают. Нет, просто осень же. Говорят, по осени считают. Ну, и сейчас еще раз. Ранее, ранее. Все. Спасибо.